Урок 10. Сопряжение. Сопряжение – это плавный переход от одной линии к другой. Сопряжение можно построить между прямыми линиями, между дугами окружности или между прямой и дугой окружности. Например, в командой отрезок нарисуем острый угол. Сделаем его копию. Выберем команду «Сопряжение». «Редактировать сопряжение». По умолчанию радиус сопряжения равен нулю. И режим без обрезки – это текущие настройки. Нам нужно сначала выбрать режим опцию «Радиус сопряжения». Правой кнопочкой выбираем опцию «Радиус». И задаем радиус сопряжения, например, 20 мм. Построим сначала сопряжение с режимом без обрезки, установленным по умолчанию. Нам предлагается выбрать первый объект, а затем выбрать второй объект. Построилось сопряжение, и острый угол как был нарисован, так он и остался. На втором построении мы зададим радиус сопряжения и выберем режим с обрезкой. Команда «Сопряжение» на панели инструментов находится в правой части меню редактирования, значок «Сопряжение». Правая кнопочка сначала выберем радиус и зададим, например, 15 мм. Затем правой кнопочкой выберем режим обрезка. По умолчанию стоит без обрезки, а мы выберем с обрезкой. Покажем первый объект и второй объект. Построилось сопряжение, и исходный угол обрезался. Можно построить сопряжение между дугами окружности. Выберем тип линии штрих-пунктирную. Нарисуем горизонтальную ось. Зададим вертикальной линией центр первой окружности. И командой «Подобие», сместив эту нарисованную линию на величину 45 мм вправо, получим положение для центра второй окружности. Командой «Круг» из первого центра построим окружность радиусом 10 мм. Поменяем тип линии по слою и установим для текущего построения тип линии по слою. И из второго центра построим окружность радиусом 15 мм. Можно разорвать длинные штрих-пунктирные линии. По требованиям ГОСТа, центровые штрих-пунктирные линии выходят за изображение окружности на 2-3 мм. На глазок определяем расстояние за пределами окружности штрих-пунктирной линии и удаляем ненужные концы штрих-пунктирных центровых линий. Для построения второго сопряжения сразу сделаем копию заготовку для сопряжения, которое будет называться внутреннее касание. На первом чертеже построим внешнее касание, а на втором – внутреннее касание. Выбираем команду «Сопряжение». Нам нужно задать радиус сопряжения. Правой кнопочкой выбираем опцию «Радиус» и устанавливаем радиус сопряжения, например, 20 мм. Выбираем первую окружность и вторую окружность. Между ними построилась дуга сопряжения радиусом 20 мм. Для построения внутреннего касания командой сопряжения эти построения выполнить невозможно. Но есть другой вариант. В команде «Круг» – «Прессование» – «Круг» есть такая опция, как две точки касания радиус. Показываем на первой окружности касательную точку, точку касания, и на второй окружности точку касания. И задаем радиус этой окружности, например, 40 мм. Прошла окружность, которая коснулась первой и второй окружности. И часть этой окружности – это и будет внутреннее сопряжение. А ненужную часть окружности можно просто обрезать. Убираем сначала первую окружность, затем вторую окружность. Enter. И убираем ненужную часть окружности. У нас получилось внутреннее касание. Теперь посмотрим на примере построения детали код выполнения этих построений. Например, нам нужно вычерстить вот такую деталь. Начнем с центровых линий. Выберем штрих-пунктирную линию. И командой отрезок сначала нарисуем вертикальную центровую линию. Затем нам нужно сделать заготовки для построения всех окружностей. То есть закрепить центры этих окружностей. Для этого рисуем сначала первую горизонтальную центровую линию. От нее вниз командой подобия можно на величину 34 мм. Эту горизонтальную линию сместить вниз один раз и второй раз. Затем вертикальную центровую линию можно командой подобия сместить влево и вправо на величину 40 мм. Поменять нужно тип линии и построить окружности. С первого закрепленного центра радиусом 29 мм построим первую окружность. Такая же окружность из второго центра будет построена таким же радиусом 29 мм. Есть окружности радиусом 8 мм и 20 мм. Нам нужна часть этой окружности. Но это будет уже выполнено после построения касательной между двумя окружностями. И с правой стороны радиусом 11 мм одна окружность. И вторая окружность из этого же центра радиусом 20 мм. Теперь переходим в штрихпунктирные линии. И нам нужно построить окружности из нашего первого центра радиусом 20 мм. И вторая штрихпунктирная окружность будет начерчена радиусом 18 мм. На этих штрихпунктирных окружностях будут располагаться маленькие окружности. Нарисуем первую окружность, перейдя, поменяя типы линий, нарисуем первую окружность из закрепленного центра. Радиус этой окружности 5 мм. Для того, чтобы распределить маленькую окружность, построить их 6 таких отверстий, мы можем воспользоваться командой массив. Редакт массив. Нам нужен круговой массив. Для кругового массива нужно указать центр массива. Вокруг какой точки будут располагаться маленькие окружности. Число этих элементов 6. Угол заполнения 360 градусов. Кнопка «Выбор объектов». Выбираем маленькую окружность. Enter и ОК. Построили эти окружности. В верхней части нам нужно, опять же, на центровой линии, построить 8 отверстий диаметром 6 мм. Диаметр 6 мм. Команда «Массив». На панели инструментов есть значок команды «Массив». У нас уже выбран круговой массив, но только нужно поменять центр массива. Вокруг другой уже точки будут располагаться эти окружности. И число элементов нужно поменять. Их теперь 8. Угол заполнения 360 градусов. Выбор объектов. Выбираем нашу окружность. Enter и ОК. Все окружности построены. Теперь нужно выполнить сопряжение. Для того, чтобы построить касательную между двумя окружностями, воспользуемся командой «Отрезок». И, используя привязку «Касательная», нарисуем касательную к двум нашим окружностям. Одна касательная и вторая касательная. Для построения сопряжения вызываем команду «Сопряжение». Так как сопряжение одно и второе сопряжение радиусом 15 мм, мы можем воспользоваться опцией «Несколько». Сначала сдаем радиус сопряжения 15 мм и выбираем опцию «Несколько». Строим сопряжение между двумя окружностями и в нижней части, между другими двумя окружностями. Теперь остается нам только отредактировать чертеж. Для этого воспользуемся командой «Обрезать». Можно все изображение захватить в рамку, не выбирая режущие кромки и удалить ненужные части окружностей. Штрих-пунктирные линии можно воспользоваться командой «Разорвать», показав точку за пределами окружности и за пределами нашей линии. Это один вариант. А можно воспользоваться другим способом. Выбрать нашу линию. Появятся синие квадратики. Взяв за квадратик, мы можем укоротить линию до нужной длины. Надеюсь, что наши занятия помогут вам применить полученные умения и навыки. До скорых встреч! Продолжение следует...